Всем привет! В эфире передача «Бессонница» и мы пришли одними из первых на фото-выставку фотографа Антона Карпенко, которая проходит в ночном клубе «Молоко». Привет, Антон! Сегодня открывается твоя новая фото-выставка под названием «Не для всех». Расскажи, что ты чувствуешь сейчас за несколько минут до прихода первых гостей. Привет, Лиза! Чувствую волнения и переживания, потому что для меня это ответственный момент. Антон, что ты хотел показать своими фотографиями из этой фото-выставки «Не для всех»? Я думаю, красоту женского тела и игра света и тени. То, что не банально это звучит, как многие в таком жанре, кто фотографирует, говорят, вот красота тела и все, и вот оно. То есть это была довольно-таки сложная работа по постановке непосредственно модели и непосредственно по обработке. Все это хотелось, все это преподнести, чтобы это было действительно как картинка, очень красивая, а не похабная эротика. За этот год многое изменилось. Ты работаешь не только в Керчи, но и в других городах Украины. Так ли это? Да. С 2009 года я работаю еще также в городе Феодосия. В этом году еще добавили сюда Харьков. Вот непосредственно уже несколько было съемок, заказов непосредственно с этого города, куда выезжали и делали там. Был заказ на съемки ролика рекламного и также было еще несколько фотосессий. То есть довольно-таки крупные. Как тебе удается жить в таком жестком ритме, путешествовать между городами? Подпиткой, я думаю, является любой к своему делу. С другой стороны, есть сложность. Это семья, двое детей. Но моя супруга в этом меня поддерживает, помогает, непосредственно участвует в очень многих, да можно сказать, всех проектов, которые были, которые есть. Это непосредственно ее заслуга, потому что без ее поддержки, без ее помощи этого бы ничего не было. Привет, Руслана. В фотовыставке Антона Карпенко ты была его главной героиней. Расскажи, как тебе работалось с этим человеком? Мне очень легко с ним работалось, потому что мы нашли с ним, ну не то что общий язык, мы, наверное, стали друзьями надолго. В этой фотовыставке тебе пришлось быть актрисой. То есть на каждой фотографии ты была разная. Расскажи, насколько тебе это легко давалось? Когда я познакомилась с Антоном, это было вот на первых фотосессий на этой. Я изначально понимала, что мы понимаем друг друга, потому что мы слушаем одну музыку, одно и то же. Это тоже играет роль, мне кажется. Мы живем в одном направлении действуем. Поэтому мне кажется, что настроение, которое мы хотели показать вместе, он задавал какую-то линию. Просто вот сейчас ты должна быть задумчивой. Для меня вообще не составляло трудностей показать это. Давай поговорим теперь о тех фотографиях, которые тебе в этой фотовыставке понравятся больше всего. Это визитная карточка вообще всей этой фотосессии. Почему? Потому что здесь подчеркнуты вообще все хорошие черты фотографа, все его направления. Весь образ заключался вообще в какой-то грусти, я думаю, в одиночестве, но тем не менее в нереальной сексуальности и в какой-то непосредственности. Во время торжественного открытия вечеринки в честь новой персональной выставки Антона Карпенко был проведен аукцион, в ходе которого с молотка ушли два снимка фотографа из серии «Не для всех» и разыграна бесплатная фотосессия. На гостей фотовыставка произвела очень сильное впечатление и они поделились своими эмоциями с нами. Здравствуй, Татьяна. Сегодня ты принимаешь в своем клубе «Молоко» фотовыставку Антона Карпенко. Ты уже успела посмотреть на фотографии. Расскажи о своем впечатлении. Мне кажется, что фото очень откровенное, интимное, можно сказать. И самое интересное, что глядя в эти фотографии, смотришь не только на ню элементы этих фото, но и на прекрасную глубину женских глаз. Фото выставка, на самом деле, я ее очень давно ждал, Антона знаю очень давно, очень ценю его как фотографа, очень впечатлен от его вида деятельности, от его работ и вижу в нем абсолютно потенциал. Очень рад, что наконец-то оно свершилось. Антон замечательный фотограф. У нас их не так много в городе, как бы. И Антон заслужил звание действительно хорошего фотографа. Такой приятный шок, ты смотришь, ты видишь работы, классные работы, обалденные. Откуда ты получаешь удовольствие. Именно для души. Это обалденно. Расскажите, какие эмоции вызвала у вас фото выставка Антона Карпенко? Выставка вызвала только положительные эмоции. Я несколько этих фотографий уже видел в интернете, но вживую они смотрятся намного лучше. Интереснее видеть фотографию вживую именно на бумаге. На экране компьютера это немножко не то. И сама атмосфера клуба, как раз вот эта фотовыставка, мне очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Вечеринка затянулась до поздней ночи, а последние посетители молоко покидали клуб под утро.